Дорогие друзья, всем привет! Сегодня с вами проект INDUBAI. И мы продолжаем знакомиться с интересными людьми, которые живут в Дубае. И сегодня в гости мы пришли к замечательной девушке, которую зовут Миле. И зададим ей пару интересных вопросов, попросим ее поделиться своим опытом. Спасибо огромное, Миле, что согласилась встретиться вместе с проектом INDUBAI и ответить на вопросы наши и вопросы тех, кто нас смотрит. Ну это без проблем. Спасибо вам за то, что пришли. Рада вас видеть. Начнем. Как дела? Как настроение? Спасибо, хорошо. Как у вас? Хорошо, спасибо огромное. Как ты узнала про проект INDUBAI? Ну честно сказать, у меня были вопросы насчет визы БАНа. И я погуглила БАН в дубайской визе. И вконтакте вышла ваш паблик. А, ты вконтакте значит насчет? Да, ну я решила, да, вот, ну дай-ка посмотрю. Ну там много было, я для себя нашла много интересных ответов. Ну многие вопросы для меня интересовали. И я нашла у вас. Ну и в данный момент я продолжаю следить за вашим пабликом. Здорово, замечательно. Расскажи о себе. Откуда ты приехала? Чем занималась до Дубая? Я приехала из Туркменистана, из Ашхаббат. И я работала там учительницей английского языка. Ну я два года отработала свой диплом. Потом вышла замуж и пришлось эту работу оставить. А после замужества я долгое время не работала. И вот так вот моя жизнь до Дубая. Такая простенькая. Ну здорово, замечательно. Как так получилось, что ты вдруг решилась в Дубай переехать? Дело в том, что, ну я сама, да, вот закончила педагогический факультет. Моя специальность английский. И мне не нравилось, да, мое знание английского языка. Ну надо, чтобы языком владеть, нужно жить среди тех людей, которые говорят на этом языке. И моя сестра предложила, говорит, а почему тебе не работать в Дубае? Тебе ты, говорит, как-нибудь, ну как-никак, говорит, ну мало, хотя мало, говорит, ну знаешь язык. Поехали в Дубай работать. А у меня вот как-то вот, ну я была не уверена в себе. Ну я подумала, ну ладно, давай, поехали. Приехала я в феврале месяце. И я целый месяц сидела без работы. Ну как-то не додумалась, да, что можно искать работу на сайте, можно свое резумие, ну всем рассылай. Я как-то об этом не знала, была не информирована. И на работу я устроилась в марте. Приехала в феврале, в марте устроилась. То есть через месяц после того, как ты переехала, ты устроилась на работу? Да, да, да. Как ты нашла работу? Всех интересует этот вопрос. Я работу нашла по знакомству. Не буду скрывать, это мой начальник, друг мужа моей сестры. Ну так получилось, да, что ему нужен был русскоговорящий сотрудник, который будет привлекать русскоговорящих стран в эту страну. Ну то есть он организовывает бизнесы от иностранных граждан в Эмиратах. И как бы ему именно нужна была такая, такой человек, который будет ему как переводчиком и как бы... Ну помогать. Ну помогать, да, вот развивать бизнес. Он говорит... Как проходило твое собеседование? Собеседование. Вот, это самый главный вопрос. Я сидела. Правда, когда он говорил, я понимала, но отвечать... Мне как бы... Как бы я не могла отвечать сразу. Понимать-то понимала, отвечать не могла сразу. Приходилось, да, как-то спотыкаться. Но он потом все равно сказал, я ее возьму. Хорошо, говорит, я ее возьму. Вот сейчас уже шесть месяцев прошло. Ну слава богу, у меня английский улучшился намного. Работаю нормально, вроде бы. И мне вот нравится работать в Дубае. Почему вот... Во-первых, да, очень много разных национальностей. Ну люди вежливые. Никто с тобой не грубит. И я чувствую себя тут в безопасности. Ну я тут как у себя в стране. А вот хотела еще спросить. Многие, кто нас смотрят и читают, они считают, что если ты едешь в Дубай, то нужно работать очень много часов, по 12 часов в день, и почти нет выходных. Как это у тебя? Какой график работы именно у тебя? У меня график работы 5 рабочих дней. То есть с воскресенья до четверга. То есть мы работаем с утра до... Ну в день мы работаем где-то 9 часов. Иногда бывает раньше отпускаем. Ну то есть раньше идем домой, если работы мало. Такого рабства, такого вот, ну... Такого ничего страшного нет. Так что люди могут спокойно приехать. Хорошо, замечательно. Еще хотела спросить. Вот ты вот, когда только приехала в Дубай, у тебя какие были первые впечатления о Дубае? Первые впечатления. Город, правда, очень красивый. То есть небоскребы, что меня удивило. Вот. Город очень чистый. Вот. Впечатления, правда, очень вот высокие. Ну, как вам сказать? Впечатления у меня отличные. Но не было никакого негатива, и до сих пор у меня нет никакого негатива. Здорово. А с трудностями с какими тебе пришлось столкнуться? А, с трудностями... Ну, бывает, вот, нужно куда-то сходить, оплатить за телефон. Ну, я горд, правда, не знаю. Бывает, за свет нужно оплатить. Постоянно приходилось попросить кого-то. Пожалуйста, покажите мне дорогу. Пожалуйста, сделайте мне это. Ну, в основном, да, вот, часто страдает муж моей сестры. Я постоянно его отвлекаю от своей работы. Ну, это... Ну, только вот эта трудность, а в общем, в целом... В общем, да, вот, никакой трудности нет. Так вот, трудности бывают, пока изучишь город нормально, да, вот, постоянно приходится кого-то беспокоить. А так никаких трудностей нет. Как тебе питание здесь, продукты, магазины? Все ли тебе хватает, качество продуктов? Вот, зарплаты у меня хорошо хватает на продукты питания. Продукты питания здесь тоже хорошие. Тут можно найти и наши, наши СНГ-шние продукты питания на лавочке магазинов. Продукты питания вкусные, мне нравятся. А вот, если кто-то из наших участников или вот подписчиков, тех, кто нас смотрит, захочет с тобой встретиться, пообщаться, познакомиться, можно ли с тобой связаться? Да, конечно, можно. А мы можем дать, например, твою ссылочку ВКонтакте под этим видео, и люди могут от тебя добавить, друзья? Да, конечно, конечно, можно. Спасибо огромное, Миле. Вам тоже спасибо, что пришли. Друзья, если вы тоже хотите пригласить проект Индубай к себе в гости, вы живете в Дубае, вы хотите поделиться своим личным опытом, то, пожалуйста, напишите мне. Всем пока! Пока!